Звезды говорят, да, да, товарищи телезрители, вы не ослышались, говорят, и говорят они без умолку и, конечно же, по делу. Говорят они о том, каким будет 2020, наступающий год. И что же они говорят конкретно, нам сейчас расскажет наш гость Светлана Литвиненко, астролог. Доброе утро. Доброе утро. С наступающим Новым Годом. Спасибо вас. Также, да. Также, да. Светлана, хотелось бы узнать, вот 2020 говорят, что будет год мыши, крысы, белой, металлической или серебряной. Что же он сулит жителям полуострова, ну и вообще всему человечеству в целом? Год на самом деле будет очень интересный, активный, динамичный, полон сюрпризов, и для кого-то он даже станет судьбоносным. Объясню почему. Потому что на самом деле, вы уже озвучили, что 2020 год, год белой металлической крысы по восточному календарю. Крыса – первое животное, начинающая цикл из 12 знаков китайского гороскопа. То есть мы на пороге вот совершенно нового этапа в жизни всего человечества, правильно, потому что мы начинаем новый цикл в следующем году. Поэтому мы имеем возможность начать совершенно новый этап, заложить фундамент для ближайших 12 лет. Основные цвета года, как вы уже заметили, то есть будут белый, серебристый, серый и все разбеленные. То есть, допустим, Новый год лучше встретить, выбрав себе платье вот таких оттенков, да? Белый, молочный? Светлых. Светлых оттенков, да, потому что, ну, как бы год такой легкости, год всего нового, и это символ такого вот, ну, начала новой жизни, можно так же так сказать. Поэтому вообще год очень будет такой достаточно и интересный, но в том числе и сложный. Почему? Потому что нас ожидают 6 затмений. Это больше, чем обычно, обычно такой год средний 4-5, а здесь будет аж 6. Более того, через несколько дней, 26 декабря, начнется, может быть, вы слышали, солнечное затмение. И оно, конечно, будет влиять и на 2020 год. Потому что начинается коридор затмений с 26 декабря по 10 января. 10 января будет лунное затмение, и вот эти две недели будут очень важными. Поэтому рекомендую в это время заняться чем? Ну, переосмыслением, как минимум, и, конечно, подготовкой к новому этапу. Некоторых пугает год крысы, потому что обычно говорят, что крыса – это не очень хорошее животное, что от него ничего хорошего ждать не приходится. Все-таки на что себя стоит настроить в 2020 году? На все самое лучшее. На все самое лучшее. Только на все самое лучшее. Более того, крыса в китайской философии – это символ, наоборот, плодородия, богатства, мудрости. Как ни странно, потому что крыса умудрилась, несмотря на свой маленький размер, победить все остальные животные, стать номером один. То есть, забравшись на спину быку, спрыгнув под ноги Будде, она фактически приобрела лидерские позиции. Поэтому нет, конечно же, крыса – замечательный год, особенно для женщин. Если личная жизнь до этого не складывалась, то, конечно, крыса принесет, ну, как минимум, любовь, а как максимум такого спутника жизни серьезного и даже может подарить потомство. Я думаю, что эта информация будет очень интересна для наших телезрительниц, особенно, которые ищут судьбу и найдут ее обязательно в 2020 году. Ну, а что касается знаков зодиака, то кому здесь больше повезет в 2020? Ну, у нас будет таких ярких пять лидеров, то есть это будут такие, можно сказать, герои года. Это тельцы, близнецы, рак, стрелец и козерог – это такие фавориты. То есть герои года, то есть им, можно сказать, что, ну, в общем-то, все карты в руки. То есть, если вы хотите сделать год успешным, у вас все получится. Но я также могу и как бы что-то пообещать хорошее другим знаком, если вы позволите. Да, очень хотелось бы. Итак, все-таки… Потому что мой знак туда не вошел. Какой у вас знак? У меня рыбы. Ну, рыбы – это особенный знак в этом году. Там тоже, в общем, как бы… Ну, мы дойдем до них. Давайте, да. Так, Овин. Год, путешествия и освоение новых горизонтов. Будьте смелее. Меньше мечтайте, больше делайте. Девиз года здесь и сейчас. Телец. 2020 год – это год исполнения желаний в сфере любви и финансов. Улучшение социального статуса и кардинальная смена имиджа ожидает тельцов. Девиз года – любви все возрасты покорны. Близнецы – это любимчики 2020 года, поэтому им по плечу будут любые масштабные проекты. Ожидайте неожиданных денежных поступлений. Также возможно пополнение в семье. Год у дочери будет удачным во всем. Девиз года – нет ничего невозможного. Рак. Раки тоже начинают новый цикл в 2020 году. Год хорош для смены места жительства, постройки, покупки жилья, ремонтов. Раки в 2020 году откроют себе много нового. Возможно участие в творческих проектах или конкурсах. Также… Светлана, я здесь предлагаю на этом моменте, давайте перейдем к рыбам, чтобы не расстраивать Ольгу. Хорошо, расстраивайся, я так понимаю, да? А для всех остальных телезрителей мы оставим такую небольшую интригу. Пускай вот все-таки не будут знать, потому что это тоже порой важно, что же ожидает. Пускай лучше приятные вещи случаются внезапно и неожиданно. То есть рыбу мы все-таки включаем в этот список сегодня. Хорошо, тогда рыбы. Год грандиозных перемен во всех сферах. Семья, любовь, карьера, финансы будут радовать вас весь 2020 год. В целом, год крысы для вас будет очень удачным. И девиз года – совершенству нет предела. Ой, это да, мне нравится. Светлана, скажите, а в новом 2020 году, может быть, есть какие-то определенные рамки поведения? Вот как нужно себя вести, на что обратить внимание? Конечно, конечно. Давайте вот об этом поговорим. Вести себя как крыса? Это неоднозначно звучит. Быть активной, быть хозяйственной, расчетливой, даже быть гибкой где-то, потому что это вот такие сильные стороны крысы. На самом деле восточная философия придерживается, чтобы быть удачным в году. Нужно смотреть на животное, символом которого вот этот год является. Поэтому здесь как бы все очень даже закономерно. То есть, да, пользоваться хитростью, ловкостью крысы. Скажите, как вы относитесь к тому, что многие в преддверии очередного нового года всегда обвешивают квартиру символами и на елке, и в каждом уголочке. Нормально ли это, не спугнет ли это символ грядущего года? Наоборот, это вы настраиваетесь на, ну то есть это как сказать, это как настройка такая. Конечно, вы окружаясь какими-то предметами, которые предвещают благосостояние, благополучие, конечно, ваше бессознательное настроено уже на успех. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого. Более того, я считаю, что праздники нужны нашей жизни, искусственно создавать их нужно, потому что если мы сами себе их не создадим, никто для нас ничего хорошего не сделает. Только вы сами, все в ваших руках. То есть те, кто, допустим, уже наведил елочку или только пытается сделать это, обязательно пригласите к себе домой крысу, не обязательно живую, конечно, но хотя бы какой-то атрибут, чтобы что-то напоминало, правда? Конечно, да, да. Итак, какие-нибудь еще советы? На что стоит обратить внимание крымчанам, жителям России? Будьте смелее. В этом году нужно быть смелыми, активными, амбициозными и не стесняться, как бы, хотя бы в написании своих планов. И так у вас все получится, я вам гарантирую. Новый год, новый виток, новый цикл, поэтому, конечно же, здесь нужно постараться. Сейчас вот заканчивается год кабана, он был последним из 12, он такой более пассивный, такой с такими инскими энергиями, такими более плавными. А сейчас, конечно, год крысы обещают быть очень активным, поэтому его пересидеть, перележать, переспать не получится ни у кого. Ну, то есть надо запастись позитивом, хорошими эмоциями, немножко хитростью и не бояться года крысы, как бы он страшно не звучал. Я думаю, что уже ни для кого страшно не звучит, уже наверняка все свыклись, потому что впереди ведь только все настраивают себя на позитив, на новые свершения. На этом, Светлана Юрьевна, мы беседу будем заканчивать нашим телезрителям. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях была Светлана Литвиненко, астролог.